всем привет кто меня смотрит и кому это будет интересно в этом видео я хочу рассказать историю вот этой котлеи этого дарака цветика из франции два года назад она мне и подарила я делала распаковку была очень очень рада потому что я и очень давно хотела приехала на камне цветущей радости было нет предела ну а потом произошли некоторые неприятности с ней не и пришлось лечить если кто помнит и смотрел распаковку я вставлю ссылку в описании под видео это был довольно хорошая куртина большой куст вот это что от нее осталось и недавно я делала видео о том как котлеи растут в болоте и почему она росла в болоте тоже сейчас расскажу и ставлю ссылку на это видео каком субстрате в каком болоте она росла потому что я делала перевалку в горшке в котором она росла пластиковым она сейчас пластиковым растет в том котором пересаживала и был поломан старый горшок вот так вот она красиво смотрится в лучах весеннего солнышка такая желтая такая яркая такая красивая такая губа у нее мой любимый цвет но многих теперь желтый цвет любимый как и оранжевый все пастельные тона желтого яркого желтого кого конечно очень расписная но до этого мне ее пришлось лечить сейчас я делала видео когда ее пересаживала и все что я с ней делала там обрезала резала но не выложила вовремя а теперь этот кусочек видео я вам покажу с той озвучкой в котором и была в том видео вытащила я ее красавицу из горшка лучше ну с корнями то что я и ожидал в новых условиях то что у нее как бы живые были тоже подсыхали но я на сама сама они в очень хорошем состоянии я думала тут два растения а оказывается это вот такая резона в общем сухая хорошо что тут сейчас вот почки набухают сейчас я хочу замочить просто в физане неприятный запах в субстрате такой вот не сыростью пахнет как обычно там и степлится что-то такое вот отталкивающее вот видно вот это и бульба в две стороны наросла вот замочу сначала но потом посмотрю что дальше с ним будет делать или разделю вот это псевдобульба явно жить не хочет в в общем посмотрю спасать надо все чернота очень хорошая посмотрим давай зайка просыпайся будем по новому все учиться наращивать все тут так после физана я тут уже немножко посещала ей и как они называются вот эти сухие все штуки сейчас еще дачи еще поснимаю хорошо значит с одной стороны есть элементы рабочих корней какие-то вот так вот чуть-чуть вот живые тут все такое страшное с другой стороны ну и почки набухают вот и с этой стороны с другой стороны с корнями похуже вот это не зеленые но они такие может что-то еще и пьют но они такие на стадии скоро сдохну так часто бывает лично у меня так часто все корни которые попал но в новых условиях они потом они какое-то время живут пока новое не начнут рост так вот одна почка будто бы нормальная чешу я черную сейчас немножко еще уберу по чищу и поставлю я ее вот в эту вазу вот в эту вазу должна будут подождать пару дней пока у меня время найти чтоб ее посадить а пока буду брызгать там поддерживать уже не какую-то влагу хочу одну посадить в керамический горшок а одну в горшок из пробки посмотрим разделю все таки я ее потому что тут вот это средняя часть а вот еще когда я смотрела тут вот это одна часть вы видите она прям так вот и просится что ее нужно удалить от вот этих вот трех бульб они как бы ну посмотрим вот три бульбы тут будет четыре так тут три в общем короче посмотрю еще как в общем я его точно разделю это может быть еще и фунгициди это мы замочу как он называется мой ум вайровские гниения от гниения резума и он такой оздоравливающий вон там уже какая пусечка хорошая в общем насыплю сейчас туда керамзита чтоб влажно было керамический горшок и там она будет стоять пока подождет пару дней ну и вот результат через пару дней ну больше немножко мне пришлось разрезать на три части и вот средняя часть которая была подозрительной вот с таким бордовым кольцом говорит о том что это возможно фуариус среднюю часть я вырезала и осталось у меня две части маленькая часть вон уже даже бурбочка начала просыпаться почечка маленькая и чуть побольше часть в общем вот такие результаты средняя часть явно нехорошим была но я еще не спала то есть пока она у меня была в горшке видно что вот эта часть уже отмершая от резума все шли проблемы пока она у меня росла в горшке пока она цвела я ее обрабатывала фунгицидами и потом после того как я вытащила ее из горшка еще обрабатывала пока ждала чтобы ее посадить я наблюдала и когда было видно явно что вот эта часть больная я обрезала до живого обработала вот это место которое осталось на живой части которую я потом посадила вот обработанное грибком так сказать место резома но видно что оно такого нехорошего цвета и посадила посадила как обычно в субстрат который обычно сажаю котлеи кора и пемза но она так тяжело шла так плохо росла пока я не пересадила в корни папоротника да еще этот горшок поставила в кашпо и держала постоянно влажное но можно видео о ее перевалке будет посмотреть и все время я ее обрабатывала фунгицидом алите и фундазолом и еще метроденидазолом то есть пока она еще цвела я заметила там неприятности эти я ее обрабатывала когда ее посадила потом опять пересадила я ее обрабатывала пока не появились хорошие уже листьями то есть сначала очень часто обрабатывала каждый третий день потом каждый пятый день потом раз в неделю то есть каждый препарат из этих трех названных вот так вот обрабатывалась или раз три дня или раз пять дней или раз в неделю плюс постоянно тоники удобрения и после того как я ее разделила и посадила очень часто еще обрабатывала вальтлебаном что такое вальтлебан у меня есть плейлист удобрения тоники там тоже есть о нем очень хорошая вещь которая реанимирует очень здорово растения если есть что реанимировать И вот такая теперь у меня радость То есть повозиться пришлось мне долго У меня был целый блокнот записи Когда и чем я обрабатывала Ну бывало там какой-то день Не на третий, а на четвертый день Но обрабатывала очень долго И первая псевдобурба, которая выросла Дала чехол, но не зацвела И цветение уже со второго роста Который вырос у меня Вторую часть я посадила на блок И она так хорошо тоже укоренилась Хорошо начала расти Но в октябре я уехала Домой к маме А муж так хорошо поливал Что она усохла То есть я приехала, она еще была еле живая Но мои примочки уже ей не помогли Потому что Потому что уже нечему было реанимировать Так бывает, когда уже поздно пить брыжоми Жалко, конечно, она так хорошо пошла на блоки Но хорошо, что это осталось И благодаря тому, что я ее пересадила по-другому Она была практически постоянно влажная И когда муж ее поливал, то вода какая-то туда попадала И оставалась в кашпо Но это уже прошло Это пройденный этап И теперь это у меня красавица цветет И я, Светик, тебе бесконечно благодарна за нее Хоть ты и отзываешься от этой теплицы нелестно И сама говоришь, что там лучше не покупать Но частенько там покупала Чтобы кого-нибудь спасти Ну а на этом все Как всегда, всем хорошего настроения Удачи всегда и везде Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok